Здравствуйте, Мухтарь Коблович. Добрый день. Мухтарь Коблович, Вы сделали буквально на днях политическое заявление, в котором предложили дать политические гарантии Назарбаеву о том, что он может оставить власть в обмен на все те богатства или средства, которые он накопил к этому моменту. К этому заявлению очень скептично отнеслись в интернете. Вы не могли бы прокомментировать, почему именно сейчас и почему такая форма? Я думаю, что когда происходят те или иные процессы, всегда наступает момент, когда существуют различные альтернативы. Я думаю, что не только сам Назарбаев и само общество должно увидеть, что существуют разные этапы развития и разные возможности. Когда, я помню, в 80-х годах, период перестройки, обсуждали, а что было бы, если Сталин был такой-то, а если бы Ленин передал власть не Сталину, например, кому-то другому, Бухарину. И все время историки говорили, тогда бы события, наверное, пошли бы в другую сторону. Здесь, я думаю, что тоже такое возможно. В будущем все равно смена власти, очевидно, что произойдет. И чтобы мы все, те, кто участвует в этом процессе, говорили, что да, тогда мы предлагали вот такой-то путь развития или там другой. А можно я вот вас, если вы реально сами верите в то, что Назарбаев может принять такие гарантии и добровольно оставить власть? Ну, видите, в будущее никто не может уверенно заглянуть, поэтому при определенном развитии событий, я думаю, все возможно. Например, проблемы со здоровьем, еще какие-то обстоятельства внутренние, внешние. Таких обстоятельств может быть множество. И поэтому я считаю, что это один из возможных вариантов развития событий. Может быть, он менее вероятный, чем другие, но один из возможных. Поэтому, если мы говорим, что такой сценарий возможен, тогда мы должны понимать, что мы будем делать как общество при таком развитии сценария. Вот, собственно, почему я и вот такой вариант развития событий предложил обсуждать обществу. А какой вариант вы считаете наиболее вероятным тогда, вот исходя из того, какая сейчас именно ситуация? Вокруг страны, внутри страны? Сейчас, на мой взгляд, осталось два основных развития сценария. И притом, я думаю, что так думает в целом все общество, и включая самого Назарбаева. Я не верю, что Назарбаев может передать власть какому-то преемникуму. Вот при текущей ситуации, при текущем развитии событий, безусловно, какие-то факторы, если повлияют, все может измениться. Но вот я искажу, что ситуация на данный момент. На данный момент Назарбаев считает, что он будет править ровно столько, сколько ему отпустит время, сколько он будет в состоянии жить. И он не собирается в власть никому вступать. Ни самым ближайшим родственникам, никому. Но я на самом деле думаю, что потому, как развиваются события в Казахстане, в мире, и до меня доходит информация, как работают те или иные люди его окружения, и зная их лично, не понаслышке, я считаю всего, на самом деле, два реальных сценария, которые можно рассматривать. Первый – это дворцовый переворот. Он очень юристичный. И я думаю, что при таком развитии событий, скорее всего, власть будет перехвачена именно нынешним действующим премьер-министром Каримом Асимовым. – Не Тимуру? – Я думаю, нет. Дело в том, что по природе Тимур умный человек, это надо признать. Это, конечно, не его личная заслуга, это просто заслуга родителей. Родители его, в частности, отец пробивался сам, он был достаточно известным и в советские годы управленцем, и влиятельным. И в этом смысле Тимуру Кулебаеву повезло. Но я его лично очень хорошо знаю, и я могу уверенность сказать, что основные успехи – это не его личный труд, а именно, скажем, то, что он сделал удачную партию, правильно женился на дочери Анастаса Назарбаева. И специфика Тимура заключается в том, что в связи с тем, что основные достижения, которые у него есть, они достигнуты за счет своего тестя, он не привык и не умеет бороться. – То есть все слишком легко удалось, да? – Ну, скажем так, удалось не в связи с его трудолюбием, его личным заслугами, именно по причине того, что он правильно женился на Назаре Кулебаеве. Соответственно, он расслабленный, он любит погулять, потусоваться, уезжать куда-либо, позагорать, какую-то неделю может уйти, долго бить, уходить в такие длительные загулы. Он не любит много работать, но при том, безусловно, он человек. А если говорить о Кариме Масимове, то это другой человек. Я его, ну, лично неплохо знаю с 93-го года, но и где-то мы считались с ним какими-то товарищами, были очень дружеские отношения, и, скажем, он вырос на моих глазах. Я не могу сказать, что он сильный экономист, это не так. Ну, это все знают. Сильный банкир, это тоже не так, что он макроэкономист, это тоже не так. Но у него в процессе вот того периода, который я за ним наблюдаю, развились очень интересные качества, которые, наверное, тоже, скажем, на нем были заложены. Это умение находить компромиссы, умение подлаживаться, умение лестить. Притом, если это надо, он может лестить прилюдно. Умение унижаться при всех, не просто один на один перед Назарбаевым, а при большом количестве людей. Умение показывать, что свою беспомощность с одной стороны и умение проявить нужность в других каких-то щекотливых темах, ну, известно, что он был активный участник в прикрытии проблемы Казагейта, которая возникла Назарбаева. То есть он очень много таких щекотливых тем выполнял, поэтому он умеет молчать. Он никогда не идет на конфликт, он никогда не грубит. Он очень такой гибкий, очень хитрый, а от него не увидишь такого прямого негатива. И в дворцовых интригах это, безусловно, очень сильные качества. Если обратить внимание, он никогда там даже не хочет. В общем-то, тихо смеется. И вот очень много таких качеств, которые, видимо, нужны в дворцовых играх. Они у него присутствовали, они у него развились. Я думаю, что сейчас Кариму нет равных. Если существуют какие-то явные оппоненты-враги, он сразу находит огромное количество способов их нейтрализовать и этого врага сделать своим другом. Экономик и так далее, это все ему сейчас не нужно, потому что все время, пока он был примером и еще вице-примером, цены на нефть были высокие. Это все покрывается за счет других людей. Привлекаются более-менее внятные люди, которые эти проблемы решают, как-то управляют. Но у него самое главное качество – это умение влиять на президента. Как я все время над ним подшучивал, над премьером говорил, Карин, ты чемпион мира по влиянию Назарбаева. Ну, тот факт, что он уже скоро будет 5 лет, как находится на посту премьер-министра, просто подтверждает действительно степень влияния на Назарбаева. То есть, понятно, он решает его щекотливые вопросы, решает вопрос денег, прячет деньги Назарбаева, знает его тайны. Но таких людей, которые знали тайны, Назарбаева было немало и ранее. То есть, у него действительно есть такие качества, которые ему позволяют держаться на плаву. Он не просто так держится. Поэтому, я думаю, что, скорее всего, именно он претендует на власть. Не случайно он сейчас переписывает свою родословную, но мы все знаем, что он по национальности уйгур, и нет необходимости прятать свою национальность. У нас разве к этому как-то не так относятся? В этом нет никакой казалось причины. Но потому, как он себя объявляет найманом, пишет свои истории, находит каких-то предков в каком-то регионе Казахстана, это общеизвестно, политические верхушки Казахстана, это говорит о том, что он себя готовит на более высокую роль. Не только единственный пост, для которого нужна... Да, единственный пост, где нужна родословная, демонстрирует якобы знание казахского языка. И это все не случайно. Это очевидно, что он примеряет себе высший государственный пост, и он это никогда бы не делал бы самостоятельно. Это очевидно, что делается с прямой установки Назарбаева, который на всякий случай готовит ему резерв. Но и опять же, конечно, можно задать вопрос, а почему Назарбаев не отдаст свою власть своему племяннику, например, Хайрас Фатабалды? Ну, очевидно, Назарбаев понимает, что Хайрас Фатабалды никогда не удержит власть. Или почему не отдать Тимуру Кулебаеву? Ну, он же вроде умный. Но, опять же, Тимур Кулебаев не удержит власть по причине того, что он не привык бороться. Он все приходило просто так, без усилий, без борьбы. В отличие от Карима Васимова. Карим Васимов пробивался самостоятельно. Я его с 93-го года помню, когда он работал в торг-предстве в Гонконге. Его прямым начальником был Тимур Атимов. И Тимуратов был, скажем, сектором Совета Безопасности, помощником президента. Занимал фактически ключевые посты в стране. И, как он про себя у Тимуратов говорил, я второй человек в стране. И, тем не менее, Карим Васимов, находясь практически под крылом у Тимуратова, сумел его обойти, отодвинуть. Сейчас между нами враждебные отношения. То есть он эту площадку использовал и сумел вырваться вперед. Между Тимуратовым и Васимовым сейчас враждебным? А у них был период, когда это был просто его патрон у Тимуратов. Далее места были изменены, соотношение сил. И эту площадку Карим использовал и ушел вверх. И у них враждебные отношения. Потому что у Тимуратов считают, что Карим его предал. Он практически вырастил, да? Да, он вырастил, он считает, что он его предал. Вот. И, то есть я этим фактом хочу показать, что Карим Васимов реально сам вырос. Да, он использовал площадки или Карима, или, извиняюсь, Тимура Кулебаева, или у Тимуратова, или еще кто-то. С нами он был дружен, был период, когда было очень модно, скажем, входить в так называемую когорту нового поколения. Это волна, новая волна бизнесменов была. И это было очень важно находиться вот в этой группе. И он тоже там встраивался в этот процесс. То есть он все эти площадки использовал для своего, скажем, движения вперед. То есть он один из тех немногих казахстанских чиновников высшего ранга, которые очень быстро прогрессировали, получается, в таком личном, деловом, социальном плане, да? Да, видите, на самом деле у него никогда не было сильных деловых качеств, никогда не было видения экономики и всего прочего. У него было очень важное качество, это умение балансировать между людьми, все время приходить в какую-то ситуацию, когда он неожиданно оказывался нужен, вот такой комфортный, неконфликтный, готовый услужить. И вот, имея вот такой ключевой, скажем, фактор в своем характере, он сумел вот как-то так вот подняться, да? Незаметно, притом никто его не помнит. Он был министр транспорта, не помню, что он там, как министр транспорта, какие идеи генерировал. Потом стал помощником президента, потом вице-премьером, потом опять помощником президента. Ну и как вот как тень. То есть никому не мешал? Да, и он раз просачивался, просачивался, и реально, фактически, у него один ключевой фактор умение балансировать и умение влиять на Назарбаева. И не только Назарбаева, но и вот, собственно, на окружение, как Тимур Кулебаев. Ну вот, они считались друзьями. Был какой-то период, когда Тимурова был патрон, ну, потом по статусу Карим вырос, ну, тут, конечно, начали говорить, что они уже друзья. Вот, поэтому, вот, собственно, сам Карим Асимов, он реально вырос сам. Это надо признать. Ну, общеизвестная история, каким образом он влияет и влиял на Назарбаева. То есть был период, когда простое заявление о преданности Назарбаева было достаточно для того, чтобы, скажем, тебе дали карт-бланш, и ты какой-то шажок мог сделать. Ну, если провалился, ну, ставили другие. Но если кто-то на первом этапе просто заявлял о своей бредности, там, за столом, мог сказать, красивый тост и, скажем, какие-то деловые качества продемонстрировать, тебя заметили, важно было, чтобы тебя Назарбаев заметил. И начинали продвигать на какую-то позицию. Ну, а Карим Асимов пришел во власть тогда, когда этого уже было, технологий-то было недостаточно. Нужно было демонстрировать другие признаки, скажем, своего суперлояльного отношения, преданности. Ну, общеизвестный факт, когда он в Китае в зарубежные поездки, там, выпив, говорил Назарбаев о своей предности. И там предность была демонстрировалась очень таким своеобразным путем, что готов к себе, там, честь или, там, я не знаю, чтобы продемонстрировать свое лояльное отношение, порезать себя, там, продемонстрировать, что ты готов пожертвовать собой. Ну, Назарбаев, ну, это все могут так сделать. При этом присутствует Дарига Назарбаева, жена Карима Асимова, Путимратов, Ахат и другие люди. То есть это публично? Это, да, достаточно такой узкий, с одной стороны, но, скажем, не один на один. Вот. А тогда Карим выходит в многоэтажное здание гостиницы, на балкон, перелезает через балкон и говорит, я сейчас сброшусь, чтобы продемонстрировать, как я вас люблю и как я вам предан, ну, его понятные, естественно, желание сразу за руки и вот считается, да, считается, тут щелкнуло, у меня Утимратов говорит, ну, смотри, говорит, надо же, так унижался, так унижался, обошел, а я посмеюсь, говорю, что Баке, он вас уже обошел по количеству приемов, он же новый прием применил, вот, это, может быть, не засчитывается мгновенно, но это учитывается, да, и учитывается человек свою, так называемую, суперлояльность, желание продемонстрировать свою преданность, плюс, скажем, прилюдно показывает, что он унок, это, скажем, Назарбаеву демонстрирует, что это человек безопасный, можно ему оставить пост, и он его не предаст, можно из-за чего сделать преемником или доверить власть, и он не будет ничего плохого делать, вот, эта самая кнопка была найдена очень точно Каримом, и он это демонстрирует прилюдно, посмотрите его твиттер, где он в период выборов все время демонстрировал, что он там, Назарбаева смотрит как на солнце, как изъянин, да, все смеялись над этим, ему тоже понятно, он очень умный человек, что будут все над этим смеяться, да, это вроде для него унижение, но он шаг за шагом достиг той ситуации, когда он стал просто частью жизни Назарбаева, и когда он уже без него не может, и он его воспринимает как человек, который можно не опасаться, что он весь увершен, как Назарбаев считает, компроматами и разными рычагами на него, поэтому я думаю, что реальный сценарий следующий, когда, если к власти придет Карим, а это именно так и, скорее всего, будет обстоять, то все люди, которые каким-то образом ему помогали или представляют для него угрозу или каким-то образом охранят историю, они будут уничтожены и зачищены. Кто-то убежит, кого-то посадят в тюрьму, у кого-то что-то отберут. Это пример Туркмении, когда, скажем, ближайший сторонник Ниязова пришел к власти при помощи начальника службы охраны президента, и сначала посадили представителя Сената, потом в первую очередь был защищен тот самый человек, который его уже и привел к власти. Это уже вообще классический сценарий, уже во всех книжках написано, многократно происходящее, каждые периоды времена именно в авторитарной системе власти. То есть, по вашей логике должен быть первым защищен Тимур? По этой логике будут защитены самые ближайшие сторонники Назарбаева и друзья. У него друзей такие, как друзья, которые в общественном сознании существуют, которые обладают властью, полномочиями и влиянием. У него, наверное, в реальности остался только такой близкий человек, как Нуртай Бекаев. Поэтому я думаю, что будут защищены такие люди, как Нуртай Бекаев. Будут защищены очень короткое время, как Аслан Мусин. Они сейчас в нем связки. Вообще природа власти построена так, чтобы руководитель администрации всегда бил пенал премьер-министра, как контролер. Ну, как контролер, да? Сейчас они такие друзья, у них там деловые интересы, какие-то бизнесы. И поэтому будут в первую очередь защищены те люди, которые могут реально претендовать на власть. То есть будет защищен Тимур, это безусловно, безжалостно притом. Я еще раз хочу сказать, что я Карима Васимова давно знаю и последний 2008 год я довольно часто с ним встречался. Ну, неформально, понятно, обстановки. Я видел, как он вырос. Он стал таким очень сильным чиновником. Все самые плохие качества людей, которые находятся у правителя авторитарного, а именно безжалостность и возможное уничтожение вчерашнего друга, он все эти качества уже приобрел, отточил и он в состоянии все это сделать. Он, конечно, многие считают, что слабохарактерный, но какие-то вещи он будет делать просто из инстинкта с самосохранением. Здесь будет приблизительно такая ситуация, когда будет все зачищено. Все ключевые люди, которые обладают амбициями, возможностями, они будут защищены. Тимур в первую очередь. Будет Аслан Мусин зачищен. Я думаю, что представитель южного клана, Умбрзак-Шукеев, который как бы представляет южную часть Казахстана, который все время находится за спиной Карима и все время ожидается, что, возможно, смена будет Масимова на Умбрзак-Шукеева, тоже будет, безусловно, зачищен. А все остальные, нынешние, например, председатели Сената, они очень гибкие. Они на любую позицию станут, куда им скажут. Если говорить о крупном бизнесе, типа вот Трио, Машкевич, Ибрагимов и Шадиев, они тоже очень гибкие, они подладятся. Но тем более, раз Масимов сейчас выполняет такую роль при Назарбаеве в контроле всех финансовых потоках, там не сильно что-то поменяется. Правильно? Да, и содержать ничего не поменяется, структура власти оставит то же самое. Будет та самая преемственность курса власти. Потому что Карим Масимов, он не реформатор, он человек, который встраивается в систему и будет стараться удержать власть теми же самыми методами и приемами. То есть, человек только умеет влиять на настроение, подлаживаться. Как-то вот, скажем, именно это качество характера, скажем, оно ему позволяет находиться при власти и, скорее всего, прийти к власти, к высшей имениции власти. Поэтому это просто будет курс поддерживаться, это будет бюрократическая структура и произойдет тотальная зачистка всех людей, которые так или иначе связаны с историей Назарбаева. Ну, это вариант как бы дворцового переворота, когда народ безмолвствует. Вот это вы расписали, так сказать, подробно. Да, ну и потом... Если вот... Я сейчас несколько слов хотел еще по Тимуру сказать. Ну, будет следующий вопрос. Почему же Тимур не может прийти к власти? Я уже говорил, что он не способен бороться за власть. Но я просто, опять же, из разных источников получаю информацию и, собственно, знаю сам лично Тимура. У него, в чем его интересные качества? В связи с тем, что это все эти, скажем, должности и возможности пришли ему при поддержке и тести, он не осознает, что все это именно так происходит. Он считает, что он потому что вот такой талант и выдающийся. Потому что все ему так же говорят... Да, листят его какой-то великий. И он берет и то, что происходит вокруг Назарбаева, он проецирует на себя и ведет такой же образ жизни. У него охрана, там, сотни человек. У него самолеты, виллы, там, все эти, скажем... Атрибуты власти, они у него такие же, как у Назарбаева, может, даже больше. Потому что все-таки надо признать, что Назарбаев, он пробился сам. И он действительно был период, особенно в начале 90-х годов, был прогрессивным руководителем и сделал вклад именно в развитие Казахстана. Это невозможно говорить, черное-белое. Был период. И, понятно, у него есть партийная школа. Он чувствует балансы. И вот все эти, скажем, опять атрибуты власти, им прочувствованы. Они не просто так к ним пришли. А к Тимуру все это свалилось. И поэтому у него такое ощущение, что... Меры нет. Да, у него нет меры. И вчерашний товарищ, с которым делал бизнес, после того, как он получил очередной жезл власти, он может просидеть там несколько часов приемных. То есть он, получается, не очень хорошо выстраивает... Да, он меняется очень быстро. Меняется быстро. У него ощущение, что власть пришла, и он типа уже бронзовое божество. У него есть такое. Это люди видят. А как только он в эту власть теряет, он становится растерянным и не знает, что делать. Поэтому, когда ситуация вдруг так изменится, он не сможет быть в числе первых, потому что он не в состоянии эту ситуацию создавать, бороться и так далее. Карим Асимов может. Поэтому я считаю, что у него в этом смысле шансы только есть, если его вдруг Назарбаев назначит, назначит преемником, но он не удержит власть. Он ее потеряет очень быстро. Потому что за нее надо уметь бороться, обладать какими-то специальными качествами. он не обладает. Поэтому я считаю, что это первое развитие событий именно таким образом. Самый реальный кандидат – Карим Асимов. Ну вот вы подробно очень рассказали о варианте дворцового переворота, да? Народ безмолвствует, все происходит наверху. А есть ли варианты, допустим, что все-таки какая-то смена режима или что-то произойдет не за счет дворцового переворота, а за счет, например, народного бунта, народного возмущения? То есть есть ли, с вашей точки зрения, вероятность такого принудительного сценария смены власти? Или это нереально для Казахстана? Я считаю, такой сценарий вполне рабочий. И в большей степени связано с тем, что именно Назарбаев фактически потерял контроль над властью. И он уже в связи с возрастом, в связи с отсутствием конкурентов, в связи с тем, что вот эти проблемы, которые существуют в обществе, они проходят мимо него, очень высокая централизация власти, руководители регионов зависят от центральной власти, и им все равно, что о них думает народ, им самое главное, в первую очередь, что думает о них глава государства. Это приводит к тому, что те проблемы, которые формируются в регионах, в стране, они не решаются. Это накапливается. Но мы можем говорить об арабских странах, что вот они молодцы. Но посмотрите, главы этих государств, они находились у власти, кто 23 года, кто 30 лет, кто 42 года, ну как вот ливийские. Ну что же арабы там 20 лет, 30 лет, 40 лет молчали? Но ясно, что известная поговорка есть, сколько веревочек не видится. Здесь происходит накопление этого протестного потенциала, и внешних признаков очень много. В Казахстане никогда не было вот таких теоретических актов, как произошло в Актюбинске, когда человек сам себя взорвал, или около здания КНБ произошло в Астане, или вот известная самосожирение женщины правящей партии Нуратан. Это аналог того, что произошло в Тунисе, когда человек сжег себя на площади. И реально сопас прочности уже подходит к концу. Назарбаев у власти больше 22 лет. Это очень много. Представьте себе, мир поменялся. За последние 10 лет интернет преобразил мир в компьютерной технологии. А мы у руля имеем того же руководителя, который вспоминает свой советский кормят-комбинат, как он стоял и там у печи, и поет одну и ту же советскую песню, которую фильм 60-х годов. И вся страна вот эту песню уже выучила. Одно и то же. Этот же президент глушит интернет. Уже сейчас люди в состоянии получать образование дистанционно, выучить языки и все прочее. И когда глава государства мимо прогресса и технологий начинает душить спутнику телевидения, интернет и все прочее, это говорит о том, что он не хочет в нашей стране никакого будущего. Будущее — это вот язык, это технология, это наука, все прочее. И если нет возможности такие знания нашим гражданам получать, а Назарбаев этому препятствует за своим окружением, то значит у нашего народа не будет будущего, не будет возможности занять свое достойное место в конкурентном мировом пространстве. Нет, невозможно занять конкурентную позицию. Это значит отставание, это отсталость, это значит сидеть на игле нефтяной. Если эта игла нефтяная куда-то уйдет, то обвал будет немедленный. И мы живем с таким лидером уже больше 20 лет. Все уже от него устали. В советские годы мы устали от Брежнева, и было ясно, что это как-то должно кончиться. Ну, он умер. И за несколько лет вообще вот все поменялось. Страна стала другая. Вот 5-6 лет, все, другая страна стала. И затем Союз развалился. Когда в 89-м году первый съезд Совета народных депутатов шла прямая трансляция по телевидению по всему Советскому Союзу, сколько интересных личностей появилось, которые через короткое время стали возглавлять государство независимое, стали известными политиками. И это будет то же самое. Потому что Назарбаев сейчас, я не случайно говорю, что это главный тормоз в стране. Он закрыл все поры общества. Он не дает пробиваться молодым людям, молодым талантам. Политики уничтожаются. Пресса давится. И вот этот потенциал, энергия общества, люди должны, они хотят жить лучше, они хотят развиваться, они хотят увидеть свое будущее, они хотят делать научные открытия, они хотят быть политиками. И Назарбаев все закрыл. Это может какой-то период продолжаться, но всему приходит конец. И я сейчас по тем признакам, которые я говорил, а именно самосожжение, какие-то акции протеста, при этих обстоятельствах, когда режим сажает тюрьмы, бьет и все прочее, и все равно это происходит, притом это нарастает, видно же, геометрической прогрессии. Например, нефтяников, они бастуют уже скоро будет два месяца. В прошлом году в Узене они выступали, сейчас вот Каражамбас, и это будет разрастаться. Работники промышленных предприятий недавно, в Кромтал выступали, и видно, что в какой-то момент это все сольется в одну кучу, это взорвется. Что будет в этом случае? Тогда власть будет сметена. Это плохое развитие событий, но тоже вероятностное, и эта вероятность каждым днем нарастает. Я это вижу. Каждый день происходят тельные события практически во всех регионах Казахстана. Нужен какой-то полчок, и это будет. А власть не способна реагировать, она не способна договариваться, она все это старые советские модели. Если в Советском Союзе была одна партия, то вроде как бы в декоративной демократии можно сделать, сымитировать вторую партию. И вот сейчас, я думаю, что мы в понедельник уже услышим о создании, точнее не то, что создание, а о том, что партия зашел, новый человек, представитель администрации президента, группа Машкевича, Азат-Перевашев, и будет имитация конкуренции. Но мир, я говорю еще раз, изменился, и нужно смотреть в реалием лицо, жить вместе с этим реалием, и конкурировать, уметь с ними бороться и жить в этом. Нынешняя власть не умеет. Она потеряла нервные свои окончания, и поэтому у нее нет будущего. Нет будущего. То есть, какие декоративные изменения не может производить, а содержать не может? Опять же, да, какой-то период возможно изображать. Советский Союз почему развалился в итоге? Я считаю, что она развалилась из-за лжи, в глобальном смысле. Происходят те или иные события, все понимают, что это так, а официальные идеологи говорят, это происходит не так, не потому что, а наоборот. Все-то понимают, что это так. Через какое-то время все общество понимает, что эта власть лживая, и она не может требовать честности от граждан, если она сама лживая. А эта власть изображает, что она борется с коррупцией, и все понимают, что самый главный коррупционер, это сама власть, вся верхушка. Как ей можно верить? Все будут воровать, все будут жить в этой системе коррупции, и общество начинает разъедать, все устают в этом жить. Поэтому человек, который больше 20 лет руководит страной, он уже не в состоянии двигать ее вперед, он ездит на одни и те же заводы, приезжает Казахмыс, приезжает к Машкевичу, приезжает на кормят комбинат, на одни и те же, и в свою любимую Астану. Одно здание открыл, второе здание там, и все. Ничего нового нет, ничего нового современного, никаких научных достижений, ничего нет. Почему нет? Потому что закрытый пор в обществе везде. нет свободы. Потому что люди не могут творить, если они не свободны. Проколыч, если вот вы поставили на самый вероятный вариант развития событий дворцовый переворот, второй, это, так сказать, что народ может смести режим, там какой-то бунт будет. Почему вы все-таки сделали тогда вот это предложение о гарантиях, о каком-то мирном? То есть насколько вы вообще верите, что такой вариант возможен, и насколько он вероятен, что будут какие-то реформы, какое-то мирное развитие событий? В общем, вы верите, что Назарбаев может принять вот такие гарантии? И вот насколько это все-таки вероятно, и зачем? Я в самом начале сказал, что никто из нормальных людей не может заглянуть в свое будущее, в реальное будущее. И это один из вариантов развития. И мы должны на все варианты развития событий должны быть готовы и предлагать свои рецепты. Если мы говорим, что труп по каким-то причинам Назарбаев передал власть, отдал власть, мы должны быть готовы, мы будем говорить, что тогда наша страна будет двигаться в таком-то направлении, и мы будем делать вот так. Если будет дворцовый переворот, тогда мы должны понимать, кто будет главным лицом в этом дворцовом перевороте, и мы не должны обманываться, мы должны понимать, что нам сулить этот дворцовый переворот, и нам, гражданам Казахстана, что ждать от новой власти, которая придет в результате дворцового переворота. Я лично считаю, что ничего не изменится. Тогда граждане стран должны понимать, они готовы это терпеть дальше, следующие 30 лет или 20 лет, или все-таки они скажут свое слово. И третье развитие, которое тоже возможно, возможно, мы все это видим, признаки. И здесь должны граждане понимать, что где они, или они пассивные, или они активные, или они вместе с этими людьми пойдут в первых рядах и требовать ухода действующего президента, или его так называемого преемника, и чтобы страна пошла по другому пути, а именно чтобы интегрировались в мировое сообщество. Сейчас то, что происходит, это уже никого не обманешь. Наши граждане ездят по всему миру и понимают, что такое хорошо, как той книжки, и что такое плохо. Они могут что угодно рассказывать. И поэтому мы должны быть готовы и понимать, что мы будем делать притомленно в развитии сценария. Вот, собственно, моя была основная цель. Сама власть должна понимать, они готовы участвовать в дворцовом перевороте, или готовы, чтобы тысячи людей вышли из Смелиев, у них будет все отобрано в этом случае. Это безусловно. Или они найдут какой-то другой способ передачи власти, какой-то более цивилизованной. Конечно, я надеюсь, что все здравые люди заинтересованы, чтобы этот процесс был мирный, чтобы кровавых событий не отбросили страну на десятки лет назад, как это произошло в Югославии, в центре Европы практически. И я считаю, что те или иные шансы, которые могут возникнуть, мы должны правильно использовать. Что мы понимали, что да, это обсуждалось, да, мы в этом случае понимаем, что мы будем занимать ту или иную позицию. Вот, собственно, в чем была моя идея. А вы могли бы коротко сказать, вот вы привели пример Югославии, но реально же даже страна распалась, насколько вот возможен с вашей точки зрения такой вариант развития событий, что Казахстан может потерять свое единство и как бы развален или растащен на этой куски. Насколько для вас это реальный или нереальный? Что Югославия развалится, в это, наверное, никто не верил. Что развалится Советский Союз, в это тоже, тем более, никто не верил. Даже думаю, что разработчики, оппоненты Советского Союза, они как план, сценарий это писали и работали над тем, чтобы это произошло, но настолько быстро и стремительно произошло, в это никто не верил и не понимал, как это так произошло. Поэтому, если говорить о Казахстане, с учетом интересов соседних стран, с учетом того, что все-таки Казахстан это страна с серьезными богатыми ресурсами и с учетом того, что существуют различные противоречия внутри страны, как национального характера, родового, регионального и всего прочего, это может точно произойти, когда север уйдет в одну сторону, центральная часть в другую сторону, южная часть Казахстана там еще куда-то, это безусловно может произойти. А запад? Самое главное нестинное запад? Я не пророк, но считаю, что западная часть наиболее реалистична, что может отойти от Казахстана. Я не верю в никакие автономии, но в современном мире вот там, во-первых, численность населения в западном Казахстане маленькие, я не верю, я думаю, что это куда-то будет интегрировано в соседнее государство. Это абсолютно реально, и при Брозе Тита вроде была такая монолитная власть, была такая сильная Югославия, когда граждане Советского Союза ездили в Югославию, восхищались, как же так Броз Тита построил вот такой вот вроде социализм, а вроде и не капитализм, да, вот что-то между социализмом и капитализмом, ну и где граждане лучше жили, но при этом национальные проблемы, там проблема децентрализации власти, свободы, всего прочего, были уничтожены, задавлены, и когда центральная власть потеряла стержень в лице именно этого человека, все это очень быстро развалилось, что привело к кровавым событиям. В Казахстане тоже это вполне возможно, нет проблем, это вот железно может произойти, потому что интересы есть в Узбекистане, есть интересы России, есть интересы Китая, есть в конце концов различия, скажем, ментальности и восприятия, как должна выглядеть страна, есть там люди, которые считают, она должна быть мононациональной, есть люди по географическому принципу считают, что они находятся, например западной части Казахстана, эти богатства принадлежат им, потому что это земля их предков и так далее. Все эти противоречия, которые сейчас спрятаны при потере скажем вектора со стороны власти, они неожиданно начнут всплывать, самые дикие идеи будут бороться, это может привести к развалу страны, риск огромный. И поэтому когда Назарбаев вот это все таким образом удерживает, когда он не дает возможность развиться гражданскому обществу, когда власть не децентрализована, опасность состоит в том, что самые плохие сценарии могут произойти именно в Казахстане. Валерий Павлович, вы сказали, что развал страны достаточно вероятное событие, если не будет произведена реформа, не будет произведено изменений. Вы одно время очень активно публиковали материалы и говорили о китайской угрозе. То есть, если я правильно понимаю, вы расцениваете Китай как достаточно сильную угрозу интересам Казахстана, интересам казахского народа? Лично я не воспринимаю Китай как угрозу. Я считаю, что это такой же полноценный партнер, как Россия, как Америка, как Европа. У всех есть свои какие-то экономические интересы, и именно так это надо воспринимать, а не как угрозу. Угроза, она, на мой взгляд, формируется в тех обстоятельствах, когда вот эти интересы используются непрозрачно, неправильно, в угоду каких-то отдельных, скажем, личностей, именно в их интересах. В этом смысле, когда происходят доминированные вот этих интересов, то тогда действительно возникает угроза. Я считаю, что самая большая угроза сейчас для нашей страны это отсутствие у наших граждан именно гражданского самосознания. В чем она выражается, на мой взгляд, вот где опасность, на мой взгляд, большая, сильно зарыта. Наши граждане не в состоянии защитить свой интерес. Как ни печально этот факт констатировать, но я воспринимаю тельные трагические обстоятельства, которые возникают в нашей стране, вот, акт самосозжения женщины, правящая партия Нуратан. Ну, здание, там, здание, да. Или недавно произошли события в Актюбинске, когда там мужчина тоже себя поджигал. Или когда работники нефтяной отрасли говорили, что если власть не исполнит таких обязательств, они, значит, себя там порежут. Какая-то агрессия, направленная против самого себя. Да, это агрессия против себя, когда эти люди не в состоянии защитить свои интересы. Когда говорится о независимости, когда говорится о какой-то внешней угрозе, например, о китайской экономической экспансии, тогда предполагается, что наши граждане в состоянии бороться с этим, бороться за независимые страны. Но я думаю, что опасность состоит в том, что когда граждане страны себя поджигают и сами себя режут, это говорит о том, что они себя не могут защитить. Тем более, они не могут защитить страну. Когда человек с какого-то этажа сбрасывается в отчаянии когда он уже видит, что он не может защитить не только себя, он себя не защищает, он жертвует собой, он не может защитить свою семью, это очень опасная тенденция. Это значит, мы реально стоим на пороге и границе потери независимости, потому что независимость сохраняется гражданами страны. А что за граждане страны, которые не могут защитить себя и свою семью? И о какой независимости страны можно говорить в этом случае? Тогда ее нет, тогда любая экспансия возможна, экономическая и неэкономическая, любая. У нас получается, люди не могут выразить свой протест, выйти на улицу, они боятся. А как они будут защищать свою страну завтра? Это как в сталинские годы, когда за спиной за градотряд тебя не оставлял выбора, заставлял двигаться вперед, если ты возвращался, тебя из пулемета расстреливали. Это приблизительно такая ситуация, я считаю, что когда граждане страны не могут защитить независимые страны, не потому что с той стороны кто-то очень сильный, потому что граждане страны слабые, они не могут поднять свой голос против Назарбаева, он делает со своей страной что хочет, он миллиарды утаскивает за рубеж, и наши граждане молчат. Что же они так переживают о китайской экспансии, кто ее организовывает, экономическую экспансию? Назарбаев со своей верхушкой, и они молчат. Вот те события, которые происходят сейчас в Мангистал. Почему власть на стороне работодателей? Почему они пытаются даже отрегулировать этот процесс, войти в согласительную комиссию? Вопрос не стоит, что больше прав работодателей или больше правы рабочие. Вопрос в том, что это обязанность и обязательство власти войти туда и пытаться разобраться, найти баланс интересов. Власть этого не делает, а граждане начинают апеллировать кому? Они не апеллируют к власти в том смысле, что власть должна и обязана. Они говорят, если власть не поможет, мы себя порежем. Это разве эти граждане способны бороться против любой экспансии неспособны? Вот это самая большая опасность, я считаю. А как вообще китайцы оказались в Каражанбасе? Эта история где-то 2005-2006 год, насколько я помню. Тогда владелец индонезийский предприниматель решил продать свой актив. Я собственно сам участвовал в этих переговорах. В итоге в результате этих переговоров мы договорились, что мы платим. Инвесторы были именно все организованы в Казахстане. Я предлагал всем крупным банкам участвовать. 2 миллиарда 50 миллионов долларов это было предложение с нашей страны. вошел в эту консульцию? Лидером был, в то время назывался банк Турален Ален, как лидер этого процесса. В то время я предложил в этом проекте участвовать группе Альянс, группе Казкомерсбанк. Но у них в принципе был интерес, мы не договорились, что этот актив будет нам продан. Поэтому в большей степени банковская группа БТА двигалась самостоятельно и мы привлекали деньги из различных внешних источников. поэтому наверное в большей степени надо говорить о том, что мы на том моменте принципиально договаривались сами, без поддержки партнеров. Но потенциально я предполагал, что тоже будут вовлечены другие крупные структуры Казахстана. В 2006 году после того, как я достиг договоренности с ингредиентским владельцем, я встретился с Назарбаем и сказал, что вот мы договорились. Китайское правительство дает миллиард девятьсот пятьдесят миллион долларов. Наша группа нашла два миллиарда пятьдесят миллион долларов. И в связи с тем, что на такого рода сделки дают согласие министерства и правительства, я обратился к Назарбаеву с просьбой поддержать нас, национальных бизнесменов. И сказав следующие слова, что бизнес Казахстана созрел, если эти активы вчера были проданы дешево иностранным инвесторам, то сегодня национальный бизнес в состоянии выкупить дорого и приумножить этот капитал. мы можем такого рода бизнес вести. На что Назарбаев мне ответил категорическим отказом. Но я подоплеку знал и понимал, что он будет возражать, потому что из окружения Назарбаева мне рассказывали, что Тимур убеждал Кулебаев, убеждал Назарбаева, что национальный капитал нельзя допускать к нефтяной отрасли. Всем было известно, что Тимур Кулебаев контролирует нефтяную отрасль. И он таким образом опасаясь конкуренции, опасаясь того, что придут люди, которые каждый день привыкли по много часов работать, придут и его потеснят. И потеснят интересы семьи Назарбаева. И поэтому была такая негласная установка, чтобы крупный национальный бизнес не пускать в нефтяную отрасль. И крупные сырьевые ресурсы, как медь, расплавы нам был путь туда заказан. Поэтому я пытался его убедить. И на что он мне сказал, но ты мне же не дашь бесплатно 50% акции, а вот Худзинтау мне 50% Каражанбаса бесплатно дает. Я говорю, ну слушайте, вы же во-первых не бедный человек, во-вторых, ничего бесплатно не бывает, ну хорошо, если вы хотите, давайте вы дайте своего представителя, пусть президент Казахстана зайдет с нами бизнес, пусть будет 50%, но деньги, которые мы инвестируем в покупку, мы занимаем на Западе, это заемные средства, которые нужно за счет развития бизнеса постепенно отработать, вернуть. и поэтому бесплатно мы не можем, тогда проект будет стоить не 2 миллиарда, если половину бесплатно дадим, 4 миллиарда. Он говорит, нет, мой друг Удзинтао мне отдает половину бесплатно, это нереально, нет, но мы же даем больше, китайцы, вы вообще думаете о стране или нет, мы даем больше, мы возвращаем актив обратно в страну, во-вторых, вы посмотрите все ключевые сегменты экономики связанные с нефтедобычей контролируют китайские компании, это государство, это баланс нарушен, посмотрите здесь масла с китайским названием, там основная пропорция где контролируется продажа нефтепродуктов тоже у китайцев, вы создаете дисбаланс, это неправильно, дайте нам национального капитала зайти, нет, он же мне бесплатно дает, а ты же не хочешь бесплатно давать, нет, будут китайцы, решение принято, то есть я его безуспешно час убеждал и не смог убедить, то есть я от самого президента лично слышал, что половина доли, которой каким-то образом заходит китайский капитал, половина ему обещана бесплатно, и поэтому это был 2006 год, после этого можно не удивляться, почему сейчас фактически Магистал Найгас, Каражамбас, другие какие-то месторождения статически известно, стремительно зашли китайцы, почему активно приезжает руководство Китая постоянно в Казахстан, очень теплые встречи, потому что вот это деловой партнер личный, не государство, а личный Назарбаев и членов его семьи. Ну тогда понятно, почему власти так реагируют на все вот эти трудовые споры, полностью занимая позицию туда работодатели, то есть практически не могут сами с собой спорить. Она же очевидна, что если власть такую позицию занимает, а власть Назарбаев, то потому что там у этой власти есть интересы, а интересы простые, интересы лично Назарбаеву и семьи. все все очень просто. Поэтому когда рабочий нефтяной отрасли обращается и апеллирует Назарбаеву, они апеллируют владельцу, одному из владельцев. Они могут апеллировать Худзинтал и Назарбаеву. Все остальные это посредник, который ничего не решает, который изображает, что они могут что-то решить. Они ничего не могут решить. Завтра все, что можно будет сделать, сказать, что Аким не справился, Кущербаев плохой, он на самом деле ни при чем. Он ничего не решает. Решает все Назарбаев и китайцы. Поэтому власть на стороне работодателей. Речально. Давайте о более приятных вещах поговорим. У нас буквально на следующей неделе всенародный праздник, день столицы, в то же время одновременно случайно. День рождения Услана обещан Назарбаева, ему будет 71 год. Вы какой-то подарок лидеру нации будете преподносить? Я когда жил в Казахстане, бизнесменов все время принуждали делать подарок Назарбаеву. Я могу сейчас наверное поделиться. Это какие годы? Скажем, когда в 90 годах у него еще таких привычек не было у Назарбаева и его окружения не было, эти привычки вредные начали развиваться именно после 2000-х годов. Где-то приблизительно в 2004-м году, если я не ошибаюсь, мне Яржан рассказывал, что на него оказывали давление тогда так называемым куратором от президента в вопросе, кто контролирует и управляет банком Тураналин, был Утимратов, была Утимратов. И вот тогда поручил скажем, Яржан Тачева сделать такой очень серьезный подарок. И мне рассказывал Яржан, что он купил Роуф Роуф специально под заказ в Англии, если не ошибаюсь, по-моему, за 600 тысяч долларов. Это было в 2004 году. Я приехал в Казахстан, вернулся снова в мае 2005 года, но уже в 2006 году как минимум за месяц или за два до дня рождения у Тимратов все время мне говорил, вот, надо тебе продолжить традиции. В 2005 году они не успели, потому что я только приехал и в 2005 году. Опоздали к подготовке, Да, в 2006 году на меня уже так оказывалось серьезное давление, ты должен сделать подарок. Я говорю, а что можно сделать президент страны? У него все есть, деньги, власть, все, что хочет, что я могу подарить, а как могу послать, поздравить в нем рождение? Ну, собственно, что я и в итоге сделал, но давление такое было интенсивное, присутствие некоторых моих товарищей, вот, давать деньги подари. Я говорю, зачем ему деньги, у него же деньги есть, нет, ему должны деньги подарить. В общем, он долго меня уговаривал, в итоге пришлось мне наличными 2 миллиона долларов. В смысле, это чемоданчик? Да, чемоданчике, вот, я в итоге не знаю, в смысле, подарил или не подарил? Подарил, не подарил, но я думаю, что подарил, потому что я же с Назарбаевым лицом к лицу общался, между делом он мог спросить, поэтому такой подарок он, наверное, мимо не прошел, но я отдал наличные 2 миллиона долларов, это, как мне у Тимурад сказал, Назарбаев, он принимает подарки деньгами. Ну, и как Рахат в своей книге писал, что у него есть резиденция, сейфы, где он держит большие суммы наличности у себя вот в таких бункерах, нам кажется смешно, современным людям это странно кажется и смешно, на самом деле, если вспомнить историю Хусейна, иракского лидера, там у него нашли, там, по-моему, около 700 миллионов долларов подземных хранилищей, наличных долларов США, у бывшего руководителя Туниса, ну, сейчас прилюдно показывают золотые украшения, сейфы, там у него лежало несколько десятков миллионов евро наличными в резиденции, и видно, что это привычка авторитарных лидеров, видимо, безналичные слишком заметные, ну, там, поймали в Швейцарии его деньги, зарывая около миллиард долларов, поэтому он предпочитает держать наличными, поэтому вот подарок был наличными. По крайней мере, деньги в стране. Да, деньги не то, чтобы, они понятные, географически вроде в стране, но они у них сейфы лежат, они с ней не работают. и я знаю, что такие подарки делали там наличными в виде чеков на предъявителя, ну, Яроса Мархат Олив рассказывает, чеки на предъявителя, там, 10, 15, 20 миллионов долларов ему дарят, вот, это обычная практика, то есть, сейчас у президента понятно, все есть, и машины, и самолетов, все ему надарили, теперь он принимает, наверное, деньги в качестве подарков легко. Я, к сожалению, вот получилось так, в 2006 году я подарил 2 миллиона долларов, вот был такой случай. А к этому день рождения вы что-то приготовили? Деньгами, подарки сам в себе. Это, речь здесь идет о покупке акций Хабара, когда покупатель, вроде, выступает государство, а продавцом, реально, сам Назарбаев, когда 49% акций в 2006 году было куплено за 100 миллионов долларов государством, как бы государством, был такой холдинг Самгау, по-моему, сейчас тоже есть, и этот холдинг Самгау получил из бюджета страны чуть больше 100 миллионов долларов, затем государство объявило, ну, государство это Назарбаев, что государство хочет приобрести весь пакет акций Хабара в свою собственность, а Соловей Назарбаев готовил общество к этому событию, значит, Ертезбаев наезжал на Доригу Назарбаева, говорил, как же так, кто там владелец 49% выступал в парламенте, на самом деле юридическим владельцам была некая Саулет Левлесова, я ее хорошо знаю, в студенческие годы мы учились в Москве и общались, это считается подругой Дориги Назарбаевой, вот она была номинальным лицом, которое держало в пользу сначала Дориги и Рахата, а в реальности фактически это было отобрано Назарбаевым, и, значит, действие в следующем образом происходит. Назарбаев поручает, чтобы деньги выделили национальному холдингу самгал государственной компании из бюджета страны, то есть денег принадлежащих гражданам страны. Затем объявляется якобы аукцион, акции выставляются на биржу, для чего на биржу, потому что если сделка происходит на бирже, то нет никаких налогов, даже законодательство сделано так, чтобы они не платили никаких налогов. Я имею ввиду люди, которые контролируют власть. Затем компания Визор контролируем Майданом, Коррежановым и Варенко. Это реально компания присосок, которая работает при фонде Самрук-Азина и управляется, реально контролирует Тимуром Кулебаевым. Эта компания получает 100 миллионов долларов и платит фактически вроде саулет Левлесовы, на самом деле Назарбаев. У меня есть договора, все документы, я хочу ко дню рождения Назарбаева это все озвучить и сделать достоянием гласности, чтобы увидеть, как Назарбаев в себе делать подарки, беря прям деньги из бюджета страны на сумму чуть больше 100 миллионов долларов США. Спасибо, что Мухтарь Коблович. Спасибо. За интересный интервью, спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok